Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о словах Христа, которые у многих людей вызывают недоумение, когда он говорит о том, что пусть мертвые погребают своих мертвецов в ответ на просьбу ученика, который просит отпустить его, исполнить свой долг, похоронить своего отца, и тогда он уже будет готов пойти дальше за Христом. Итак, евангелист Матфей в 8 главе вспоминает об этом эпизоде. А другой человек из учеников Иисуса сказал, «Господи, разреши мне прежде пойти и похоронить отца моего, но Иисус ответил ему, следуй за мной, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов». Прежде всего, эти слова звучат как некая провокация не только для современного слуха, но тоже и для древнего человека, потому что в древности существовал погребальный обычай, по которому нельзя было не предать земле тело усопшего родственника, прежде всего родителей, при этом, как в некоторых южных странах, оставляли тело покойника на некоторое время, на год, в пещере, и только потом, когда уже мощи высыхали, то, что остается, кости, придавалось земле. Поэтому, в принципе, в данном случае отпуск мог бы продлиться на целый год, и это просто дополнительная деталь для того, чтобы себе представить, на сколько дней отпрашивается этот ученик. И, конечно, Христос, который смотрит в глубину сердца человека, он, может быть, различает, что ученик в действительности просто ищет удобный, вежливый повод для того, чтобы спрыгнуть с уходящего поезда, потому что Христос собирает команду, собирает общину учеников для того, чтобы выйти на проповедь, и здесь нужны люди надежные, те, кто действительно решились с ним идти до конца. И поэтому люди неопределившиеся, люди сомневающиеся, ему здесь совершенно бесполезны. Это один из вариантов, как понимать, о чем идет речь. Другой вопрос возникает, конечно, насколько это кажется бесчеловечным, сказать сыну, не погребай своего отца, а иди за мной. И это тоже кажется странным и противоречивым, поскольку предавать земле своих родителей это священная обязанность любого благочестивого человека, и просто доброго и честного человека. И в иудаизме, тем более, человек, который совершает траур по своим усопшим родственникам, освобождается от исполнения самых важных и необходимых религиозных ритуалов и обязанностей. Например, он имеет право не читать молитву Шма-Израэль и молитву благословения, не носить некоторые элементы ритуальной одежды в знак траура о своих усопших. Настолько связь и забота об усопших имеет важное значение в жизни человека. И тем самым еще более странно звучит этот запрет. Но чтобы смягчить тональность этих слов, некоторые исследователи предлагают реконструировать, опять же представить себе, что Христос произносит эти слова не на греческом языке, как написано в Евангелии, а на арамейском языке, на своем родном языке. И тогда можно перевести таким образом. «Оставьте мертвых тем, кто хоронит своих мертвецов». То есть позаботиться об усопшем могут другие члены семьи или люди, которые себя посвящают этому занятию. И таким образом, как будто требование Христа теряет свою радикальность, но евангелист ничего подобного не подразумевает. Он не хочет смягчить жесткость и радикальность слов Христа. Здесь есть гораздо более тонкая игра слов и смыслов. Иисус Христос говорит о том, что есть мертвецы в физическом смысле, люди, которые умирают и должны быть преданы земле. Но есть другие мертвецы, люди, которые биологически вроде бы живы, но они уже мертвы, потому что они не слышат проповеди Христа, они не хотят ничего знать о Царстве Божьем. Что такое Царство Божие? Здесь, конечно, нужно переводить не существительным, а глаголом. Если быть более точным, то, конечно, Царство Божие – это когда Господь воцарился. И вот речь идет о людях, которые в ответ на эту весть о том, что у вас новый Царь, и, наконец-то, Господь воцарился в своем народе. И это как извержение вулкана. Бог вошел в историю человека и уже действует в истории людей. И вот Царство уже все сметает на своем пути. Прежде всего, власть самой смерти. Они делают вид, что мир не изменился, что мир остается прежним. И первую подсказку, которую мы находим в тексте, потому что всегда слова Христа нужно смотреть в их контексте. Никогда их не нужно вырывать, иначе они начинают звучать очень фальшиво. Эти слова Христос говорит после того, как другому ученику он сказал знаменитые и очень красивые слова. «И лисы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а сыну человеческому негде главы преклонить». Он говорит о том, что он не только одинок, потому что учение, с которым он пришел, его природа, глубина его любви настолько превосходит все, что человек ему может дать в обмен, в ответ. Поэтому Христос одинок, но более того, он живет жизнью странствующего проповедника, скитальца. И община его учеников – это община странствующих проповедников. И поэтому для тех людей, которые приходят к Богу в надежде обрести какую-то уверенность, определенность, вот как такой страховой полис, который тебя избавит от всех житейских неурядиц и проблем, они ошибаются дверью. Христос говорит, тот, кто хочет пойти за мной, не должен себя обманывать. Он не будет как птица, у которой есть скворечник, он будет как птица, которая всегда живет на ветке. И другой ученик спрашивает его, и в ответ Христос ему отвечает, «Никто, кто возьмется за плуг, а затем повернется, назад не годится для Царства Божия». Другая реплика, сказанная в тех же самых условиях и контексте, указывает на то, насколько радикален выбор. Поэтому любой сомневающийся, любой неопределившийся человек совершенно бесполезен для того служения, для которого Христос набирает себе учеников. Апостол Павел является примером такого ученика, который себя посвятил всецело к проповеди Евангелия. И вот как он об этом говорит в послании филиппийцам, «Забывая то, что позади меня, и склоняясь к тому, что впереди меня, я бегу к цели, к награде, которую Бог призывает нас получить там, впереди, во Христе Иисусе». Тот, кто имеет какие-то ностальгии, тоску по прошлому, совершенно непригоден для той миссии, для которой пришел в мир Христос, и для которой он набирает себе учеников. И поэтому следование за Иисусом требует неотложного и решительного выбора. Миссия, которой он доверяет, она не требует отлагательств. И поэтому он и говорит об этом, «Пусть мертвые погребают своих мертвецов, а тот, кто хочет возвещать царство и воскрешать усопших вместе со Христом, то идет возвещать жизнь, должен торопиться, не оборачиваясь вспять». Насколько обидно, может быть, это намек, что кто-то из нас, кто считает себя живым, биологически живым и, может быть, социально активным, духовно представляет собой некого мертвеца, в этом нет ничего обидного, потому что Христос никого не хочет обидеть. Он просто очень точно указывает туда, где проходит водораздел между живыми и усопшими. Очень часто аналогичные слова в Евангелии от Иоанна, которые мы слышим на погребальном богослужении во время молитвы об усопших, мертвые, которые услышат глаз Сына Божия и оживут, нам кажется, что это речь о покойниках, которые действительно пребывают в гробах на кладбище. Но в действительности Христос обращается к своим слушателям. Тот, кто слышит его слова и отвечает на них верой, принимает весть о воскресении, как слова, которые тебя воскрешают, он и становится живым. Тот, кто никак не откликается, тот остается мертвым. Поэтому водораздел между живыми и мертвыми в Евангелии в устах Христа проходит совсем не там, где мы этого ожидаем. Более того, он не проходит между нами и другими. Он говорит о том, что в каждом из нас, в каждом его ученике, есть часть чего-то, что уже перестало быть живым, омертвело, и есть та часть, которая осталась живым и которая имеет смысл воскресить. И в этом и состоит смысл этой парадоксальной просьбы Христа. Только верующие воскресения могут исполнить ту миссию, ради которой Сын Божий пришел в этот мир. Только так можно, ежедневно обновляя свое общение, свою живую связь со Христом, который в откровении Иоанна Богослова назван живым с большой буквы, остается живым среди живых, то, к чему нас призывает Христос. На портале экзегет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.